Вы можете охарактеризовать Валерия Чекалова как угодно, но только не как моего коллегу-гиды. А именно таковым он и был некоторое время. Катал на старом юнкерсе туристов в Ленинграде. Можно сказать, проводил авторские экскурсии. Валерий Чекалов разбивал самолеты, пил водку и самогон. Сидел в тюрьме, выгонялся из армии. Это с одной стороны. С другой стороны, спасал самолеты. Первым совершил перелет через Северный полюс и в США. Являлся первоклассным летчиком, испытателем и душой компании. Иными словами, он был настоящим человеком со всеми своими плюсами и минусами. Со слов его сестры Анны, мы знаем, что в 15 лет кочегар парохода Баян увидел гидросамолет, парящий над Волгой. С тех пор он заболел не водной стихией, а небесной. На пути ее покорения предстояло встретиться с Богом. Так прозвали сурового учителя в летной школе. Первый 10-минутный полет прошел удачно и карьера стартовала. Но развивалась она зигзагообразно. Во время службы в истребительной авиаэскадрилье в Гатчине он провел на гауптвахте 300 дней, а прослужил 4 года. То есть почти четверть срока Чикалов отсидел за свои проступки. К этому же периоду относится пролет под Троицким мостом. Историк авиации Владимир Король приводит слова летчика Александра Матвеевича Муреева, служившего вместе с Чикаловым, где он говорит, что ни под каким мостом Валерий Павлович не пролетал. Что эта легенда возникла после фильма «Колотозова». Историк Владимир Иванов отмечает, что в прессе это событие не нашло никакого отражения, в то время как о подобных эскападах Георгия Фриды и Алексея Грузинова, пролетавших там еще в 1916 году, газеты раструбили на всю страну. Соответственно, легкой подвиг Чикалова не более чем миф. С другой стороны, дочь Чикалова Валерия, какой интересный оборот, ее звали Валерии, поэтому дочь Валерия – Валерия. Утверждалось, что свидетелем этому был пилот Николай Целебеев, друг Чикалова, рассказавший об этом его жене Ольге Ореховой. Создатель судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев интересовался у Чикалова о том, как тот себя чувствовал в пространстве между водой и аркой моста. Его интересовали все подробности, связанные с аэродинамикой. Поэтому мы не можем с точностью сказать, было оно или нет. Но вот что Чикалов явился в пьяном виде на аэродром и строил там пьяный дебош, не опровергала даже его собственная дочь. Она оправдывала своего отца, который сильно тогда переживал по поводу своего разрыва с невестой. За это летчика приговорили к одному году тюрьмы, но он не отсидел и полгода. Потом вернулся в строй и вот при перелете из Брянска в Гомель решил пролететь под проводами, полихачить. Задел за них и, как он писал в письме жене, подломал самолет. Получил опять год тюрьмы. Дочь объясняла это тем, что у него пропал чемодан. Он всю ночь его искал, не выспался и провода не заметил от усталости. На этот раз он отсидел еще меньше, но был уволен из армии и именно тогда ему пришлось катать туристов над Ленинградом, проводить для них такие вот необычные авторские экскурсии. Далее начинается по-настоящему героический период жизни Валерия Павловича. И вот здесь-то как раз его стремление к адреналину было более чем уместно. Чикалов ничего не боялся, он до последнего боролся, чтобы спасти машину, которая вот-вот могла выйти из строя. Его сослуживец Владимир Кокенаки вспоминал, что иногда от самолета отлетали целые куски обшивки, а Чикалов все равно мудрялся сажать его на аэродром. Он был отправлен на специальные курсы командиров, прозванные школой Алксниса. Яков Алкснис был командующим ВВС РККА. Именно он был инициатором учреждения Дня авиации, ныне это День Воздушного флота России. Как и многие военно-начальники, Алкснис был расстрелян в 1938 году. На этих курсах Чикалов получил следующую характеристику. Наряду с хорошими летными качествами, в политико-моральном отношении является крайне неустойчивым и по своей социально-идеологической сущности чуждым человеком. Дисциплину Красной Армии не переваривает внутренне разболтанный и разложившийся командир. Тем не менее, именно такой человек нужен был для подвига. Летчик Георгий Байдуков обратился к разболтанному и разложившемуся командиру с предложением слетать в США через Северный полюс. Дело в том, что Байдуков уже пытался в экипаже, которым командовал Сигизмунд Ливаневский, совершить нечто подобное, но полет не удался из-за поломки. Сталин, опасаясь повторения неудачи, внес свои коррективы – лететь в Петропавловск-Камчатский. Сейчас, когда даже в мобильном телефоне есть GPS-навигатор, нам сложно себе представить, в каких ужасных условиях находились тогда летчики. Ведь на некоторых участках полета даже радиосвязь была не всегда доступна. И когда после 56 часов нахождения в небе экипаж попал в шторм, нужно было срочно сажать самолет, который находился над Охтинским морем. Чкалов увидел песчаную отмель острова Уд, ныне остров его имени, и умудрился посадить на нее тяжеловесный Ант-25. Для сравнения, чтобы самолет потом мог взлететь, пришлось достроить 500 метров взлетной полосы. Летчик стал героем. Минуя комсомол, минуя предварительный стаж, он был принят в партию. Байдуков рассказывал, как на торжественном приеме к Валерию Чкалову подошел Сталин и сказал «Я хочу выпить за ваше здоровье». А летчик ответил «Чего за мое здоровье пить? Вот за твое здоровье давай выпьем на брудершафт». И схватил вождя в охапку. Вот такой он был лихой пацан, Сталин это ценил. После этого экипажу был дан карт-бланш, и они такие отправились в Америку. В полете сначала перестало поступать в мотор масла, его пришлось подкачивать вручную по очереди. Затем начал перегреваться двигатель, в охлаждающий бак летчики заливали даже собственную мочу. Но они долетели, приземлившись в Ванкувере, став в США настоящими звездами. Произведя фурор не только своим первым в истории беспосадочным перелетом, но и тем, что они сделали это на самолете советского производства. У Чекалова теперь было все. Он кумир не только советских людей. Любимая жена, дети, товарищ Сталин благоволит ему. А вокруг происходят какие-то непонятные вещи, когда его друзей и коллег арестовывают. Самого летчика это не касается, хотя, как утверждала его дочь, он спал с пистолетом под подушкой. И погиб Чекалов опять-таки, судя по всему, из-за своего строптивого нрава. 15 декабря 1938 года он испытывал новый истребитель И-180. В полетном задании было сказано совершить один круг, а на арго летчиков коробочку. Чекалов задание выполнил и, вместо того, чтобы приземлиться, пошел еще на один круг. Над Москвой рекой двигатель заглох. Пытаясь сесть в том месте, где не было жилой застройки, он врезался в штабели с дровами и его выкинул из кабины. От полученных ушибов он скончался спустя два часа в Боткинских бараках. Вокруг такой смерти, естественно, родилось несколько конспирологических теорий. Мы не будем их касаться. Урна с прахом Чекалова находится в Кремлевской стене в Москве, а возле другой Кремлевской стены на берегу Волги стоит памятник одному из сынов Нижегородской земли, который олицетворяет всю широту русской души. Отсюда открывается прекрасный вид, которым вы можете насладиться, посетив Нижний Новгород. С вами был гид Павел Перес и команда проекта Нижний 800. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова